МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30-35 лет назад в парк аттракционов в районе Солнечный приезжали со всех концов города, потому что здесь были самые новые и самые экстремальные аттракционы. Любители пощекотать нервы катались на веселых горках или на сюрпризе, но самым любимым, самым народным аттракционом было вот это колесо обозрения размером с восьмиэтажный дом. С высоты открывалась изумительная панорама на озеро, которое находится неподалеку в парке дружбы народов, но все меняется. Аттракцион морально устарел, восстанавливать его нет смысла, говорят в бендерской госадминистрации, и эта кабинка уже больше никого не покатает. Колесо обозрения не прошло государственные испытательные экзамены. То есть технический надзор после всех проверок дал отрицательные результаты. И было решено данный аттракцион для уменьшения риска демонтировать. Но ты помнишь, как давно по весне мы над чертовым крутились колесе... Колесо обозрения в народе его еще называли чертовым. Это первое, что было видно при въезде в Бендеры со стороны Кишинева. Это главная достопримечательность микрорайона Солнечный. Парк аттракционов здесь появился незадолго до развала Советского Союза. Бендерским детям 90-х были не нужны лунопарки и Диснейленды. У них было свое место притяжения. Они мечтали прийти сюда и за день прокатиться на всех 13 аттракционах, а потом пойти на озеро, чтобы искупаться и поплавать на катамаране. Таким был вид с колеса обозрения на парк, рядом с которым оно пока еще стоит. Кстати, колесо точно такого же типа есть в Припяти. Оно стало одним из символов зоны отчуждения. Чтобы не превращать в такую же зону с заброшками парк на Солнечном, городские власти приняли решение ржавые карусели убрать, а на их месте сделать новую развлекательную территорию для детей. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова